Здравствуйте, товарищи! Значит, у нас с вами очень важное сегодня занятие, которое посвящено вопросу о демократии как формы государства. Это занятие очень важное с той точки зрения, что тут больше всего обмана при рассуждениях о демократии. Больше всего обмана, потому что товарищи не очень понимают, что тут смешиваются понятия разных веков. Например, одно дело демократия, понимаемая в Риме и в Греции. Там вроде бы все ясно. А что там ясно? Там ясно, что среди тех, кто участвует во всех процедурах демократических, там нету громадного большинства. Правильно? Так что такое ходячее представление о демократии, что это что-то всеобщее такое, все это везде, это всеобщее оно. Оно только тогда появилось, когда ему предшествовал период, когда никакой демократии не было. Имеется в виду северализм. То есть отдельные вспышки были, у нас там была Псковская, так сказать, такая. Можно сказать, Водчина, где голосовали, что-то там избирали в Новгороде. Но это были эпизоды. А в общем, как-то при разговоре о феодализме, там никакой демократии не просматривается. Ну и феодализм-то выше стоит, чем демократические государства, рву владельцев. Правильно? Вы как хотите, будете, так сказать, перепадными или хотите быть рабами при рабовладельской демократии? Ну и наконец, такой счастливый момент наступил при капитализме, когда наконец право голоса стали получать все. Раз вроде как некоторым людям ничего больше не надо. Ни мяса, ни хлеба, ни работы, лишь бы право голоса. Поэтому в этом смысле они все накормлены правами права голоса. А для того, чтобы люди как-то, чтобы это не провалилась вся эта демократия с этим правом голоса, считается, что выборы законны, вот как в России считаются законны. Если, ну, несколько человек пришло. Ну, допустим, придут Путин и Медведев. Выборы состоялись. И все. И там и голосование может быть, так сказать, какое. А это значит, что вот вы имели право? Имели. Вы не воспользовались. А имеете вы право не воспользоваться своим правом? А вы имеете право воспользоваться. И тоже не воспользовались. Да и я не воспользовался. Вот мы все, поскольку мы знаем цену этой демократии, то мы, так сказать, наблюдаем, как это будет проходить. В итоге, так сказать, это никому не мешает. Не говоря уже о том, что при, так сказать, товарищи, которые малограмотны в области политической, они не обращают внимания на то, что даже тут нарушаются те законы, которые сами эти демократы и установили. Вроде бы. Например, за Конституцию голосовали у нас кто-нибудь? Нет. У нас за что голосовали? Признаете ли вы Конституцию Российской Федерации? Ну вот если вот вы не признаете, хочется сразу вызвать военных и с вами вопрос решить. Если вы не признаете Конституцию. Ну я понимаю, там какие-то отдельные указы, какие-то законы. Человек не признает Конституцию. Что с ним делать, как вы считаете? Регрессировать. Ну как-то это мягко. Выражается. Регрессировать. Только сегодня подавлять. Нет, надо более круто относиться к этому. Надо вернуть, видимо, смертную казнь и воспользоваться этим. Ну есть же в самой демократической стране, в Соединенных Штатах Америки, есть смертная казнь. Ну сколько мы будем отставать от этого себя? Мы уже ее перегнали в свое время. А тут мы очень сильно отстаем. Короче говоря, тут... Здравствуйте, заходите. Короче говоря, тут есть что пообсуждать, есть что рассмотреть. И поэтому это такой непроходной вопрос, который мы сегодня обсуждаем. И поэтому я просил бы товарищей продемонстрировать свои знания, свое понимание. И, значит, сейчас мы переходим уже к тому, что товарищи, кто очень занимается у нас, будут сейчас выступать. Значит, как выступать? Мы договорились с проректором по учебной части, что каждый отвечает на два вопроса. По своему выбору. Вы их называете, выступаете, и мы это фиксируем. Ну сначала вы называете свои фамилии, имя, отчество. Вот те вопросы, которые перед вами стоят. Ну и после этого мы прислушиваем. И, так сказать, получается у нас в центре. Как только наши товарищи, которые обучаются очно, пройдут, это счастливчики, то пойдут товарищи, которые обучаются заочно. Они тоже счастливчики, потому что другие товарищи, заочники, все, можно сказать. А вот обучается очень мало. По сравнению с тем, кому бы надо учиться. Причем учиться надо... Мы предоставляем бесплатное обучение кому? Любому человеку, самому, бедному, несчастному. Тот, который хочет участвовать, добиться, отстоять и так далее. Ну, тут уж если человек не может, у нас силы... У нас нет пока государственной власти. Вот заставить мы вас учиться не можем. Если вы учитесь, вот тут мы можем разгуляться уже. Это ставить, то ставить, не ставить, зачет. А если вы говорите, я не буду учиться, ну что, мы можем пойти? Приходите в следующем году. И в следующем году, если товарища не получилось как-то по разным обстоятельствам, по здоровью и по работе, может на следующий год снова записаться летом и на следующий год пройти. Ничего плохого в этом нет. Вот я, например, один спецкурс проходил, которым я только одну лекцию не понимал, а дальше целый год сидел и так, с глазами хлопал. На математико-механическом факультете нам декан читал, Боревич Денон Иванович. На следующий год я пошел, все понятно. И на следующий год я получил пять. Так что, тем более, у нас уже никто за вами не гонится. Хотите, хоть четыре года занимайтесь. В чем дело? А потом у нас такая глубокая наука, что сказать, что четыре года это очень много, я бы не сказал. Я, например, науковой логике Дегелева много-много читал. И многое уже даже понял. Но я не скажу, что я там понял все, оператор. И хочу сказать, что там читать все более-более интересно. Ну вот на этом я всякие предисловия заканчиваю. И, пожалуйста, вызывайте свои фамилии, имя, отчество и вопросы. Давайте с вас начнем. Поповичев Сергей Михайлович. Как? Поповичев Сергей Михайлович. Почти вы однофамилия. Сергей Михайлович. Так. Первый вопрос. Демократия как форма государства. А? Первый вопрос. Демократия как форма государства. Демократия как форма государства. А второй? Давайте второй вопрос. Рабовладельческая демократия как диктатура рабовладельцев. Яйская демократия, факт диктатура, диктатура рабовладельцев. Пожалуйста. Демократическая форма – это как форма, при которой в принятии решений принимает участие в современном понимании все население, которое может голосовать. А в изначальном понимании, в греческом, принимали участие в принятии решений только состоятельные мужчины. А где это вы такое нашли в современном понимании, все население? В какой стране? Я таких стран не знаю в мире. Кто достиг 18 лет в Российской Федерации? Это вы уже сразу начинаете ограничивать. А если мне 17,5, проходите мимо, что ли? А я как раз вот хочу. Кто вступил в полноту гражданских прав? Кто вступил в полноту гражданских прав? А почему они с 16? Не знаю, закон такой. Какой закон? Это у вас какой-то демократичный, недемократичный закон. Наверное, за него не голосовали молодые люди. Их вы исключили при рассмотрении этого закона и все? То есть сразу вы это у вас объявили, что каждый гражданин может голосовать. Это вам говорят только, когда достигнет 18 лет. Ну, как-то странно. Паспорт получают в 16 лет. Там написано. Гражданин. Там написано гражданин? Да. А чего вы гражданские права-то отнимаете? Наверное, считаются неразумными еще. Кто это? Я сейчас не знаю, могу сейчас читать. Кто это считает? Было с 18. Так это демократия или это нарушение демократии? Считается демократия. Прямо считается. Большинство населения, которое достигло 18. Не пойдет. Вы отвечаете за себя. Вы-то считаете это демократией или нет? Ну, в какой-то степени, да. Что значит в какой-то степени? Ну, потому что есть другие формы. Нет, ну, вы скажете, вот я дурак в какой-то степени. Я как-то задумываюсь, что бы вы сказали. Как это можно такие вещи... Буржуазная демократия. Демократия это или нет? Демократия. Это странно-сторонного демократия. А что такое демократия? Так вот у вас демократия как форма государства. Но если исходить из слова... Такая у вас форма вроде. Я думал, что демократия что-нибудь хорошая. А тут все сразу начинается сразу с урезания. Демократия это власть народа, если исходить из слова. Власть народа? Да. А народ это кто понимается под народом? Ну вот в Древней Греции, например, понималось под народом только мужчины, у которых есть гражданские права. Нет, ну, интересно. У вас замыкается демократия, это когда права... Женщины не имели избирательных прав. Рабы, естественно, они вообще любви не считаются. Нет, вы лучше скажете, кто имели. Мужчины? Просто мужчины. Ну, состоятельные мужчины. Что значит состоятельные? Я вот считаю, что я сам состоятельный мужчина. Состоятельные мужчины, те, кто в браке состоят, имеется в виду? Вот я не знаю. Ну, правильно, если мужчины не в браке, так они, конечно, не состоят. В настоящее время выдается паспорт. Не, не надо про настоящее время. Вы нам про греков рассказываете. Все знают, что ты гражданин, и ты гражданин, и ты гражданин. Не надо, не надо так искажать гревних греков. Вот товарищ нам поможет. Фамилию свою называйте? Виктор. Иванов. Викторов Иванов, пожалуйста. Ну, вы, наверное, имели права только граждане. Нет, так у вас замкнутый круг. Граждане, те, кто имеет права. Права, это те, кто... Это то, что у граждан. На самом деле демократия власть народа, но весь народ... Это на каком самом деле? У вас на самом деле демократия власть народа. А вы народ знаете, что такое? Вот вы можете в определении народа сказать, раз вы считаете, на самом деле. Я такой злой, потому что я вот прочитал эту кучу, у меня сложилось такое впечатление, что люди, которые отвечают, не знают, что такое народ. А вот вы знаете, что такое народ? А то вы иди на самом деле. Демократия переводится, это слово. Ну, а какой? А вы не знали? Тогда правящий класс. Народ – это правящий класс? Нет. У марксистов? Да вы что, с ума сойти? Нет, не народ правящий класс, а там... Я спрашиваю, народ что такое? Не надо припутывать правящий, не правящий. Народ что такое? Прежде чем класс какой-нибудь будет правящим или не правящий, надо сказать. Народ из чего состоит? Из кого? Народ состоит из людей, из граждан, которые имеют права. Да вы, у вас получается, через права народ определяется, а права через народ. У вас замкнутый круг вообще, это логический какой-то нонсенс. Не надо, когда вы народ определяете, прибегать к правам. Причем тут права? Я спрашиваю вас, народ в марксизме, кто это такие? Кто марксисты, кого? Маркс, Энгельс, Ленин считал, Сталин считал народом. У нас вообще красный университет или желтый? Про мало? А? Про мало? Причем тут мало? Ну, зол. Это у вас такие ассоциации, а у нас мало, еще более красный, чем мы. Вот я, хоть я на вас напал, но я уже сказал, что я вот прочитал это все. Я понимаю. И это общая картина. То есть, ну, понятно, люди так называют, слова употребляют. Ну, мы же должны понимать, вот, что такое народ в марксистском учении. Марксизм или ленинезм. Это нормально, вот с моей стороны, требования от Красного университета? Или я считаю, ты чрезмерный? Нет, вот мы чему тут учим-то вот? И вы чему учитесь? И вы учитесь? Можно сказать. Марксизм тебе? А, это у нас специально оттянул, чтобы вы подумали. Как у вас все продумано? Ну, давайте. Для них не пользуется. Люди, живущие в данной стране. Ну, какой марксизм у вас. Тридящиеся слои. Да. Вот я приехал на пять дней и живу в этой стране. У нас таких вот бегающих, приезжающих, уезжающих. Это первым делом туристы. Вот летом выйдите сюда, вот в Петербурге, у водички там. Сколько тут живущих в Петербурге? То есть не считается живущим в данной стране. Как это не живу? Где он сейчас живет? Ну, он же не мертвый. Он живет сейчас где? Ну, он же временно проживает. Что значит временно? Вы уже угрожаете, что вы временно живете? Что делать? Что вы обратно уже не вернетесь? Я постоянно проживаю в этой стране. Да я про вас не спрашиваю. Я спрашиваю вас про народ. Не знаете вы про народ. Вы же подняли руку? Так отвечайте, не отвечайте. Так, еще есть спасители или спасатели? Трудящиеся слои. А? Трудящиеся слои. Рабочие и граждане. Так, это новый поворот. Слои. Где вы такие понятия взяли? Слои. У кого? Маркс, Уенгельс, Уенгельс. Не знаете. А? Трудящиеся классы. Ну, слава богу. Вот видите. Тяжелая дорога вообще к пониманию классовой структуры общества. Потом у нас это же не начали занятий марктизмом, да? Мы как бы уже заканчиваем. Нам осталось немножко-немножко. Это трудящиеся классы общества. Ну, а что, вы не можете перечислить трудящиеся классы? Их что, 10? А сколько? Рабочие и крестьяне. Рабочие и крестьяне. Ну и все. Из их рабовладельческого струи в Мерси. Зачем нам рабовладельческого струи? Зачем нам трудящиеся? Зачем нам трудящиеся? Зачем нам трудящиеся? Там трудящийся класс один. Рабы. Да. Ну и все. Но вот демократия есть. Что? Демократия есть. Это не путайте разные вопросы. Прежде чем, так сказать, не надо задавать вопросы о демократии, пока не разобрались с классами. Правильно будет? Потому что классы относятся к чему? К базису или к надстройке? К базису. К базису. А вы начинаете с надстройки. С народа, с всяких этих красивых фраз, демократий. Не надо привязывать классы к демократии. Наоборот. Сначала надо взять классы, а потом посмотреть на этой классовой основе. А классы мы знаем. Вы же знаете, какие классы были при рабовладении? Какие? Ну и все. Вот и вся демократия. Ну и вы чья власть? Кто объявлен был и кем? Кто и кем объявлен был народом? Объявлять могут только те, которые имеют право голоса. Кто имел право голоса? Правящие классы. Рабовладельцы. Они объявили народом кого? Себя. Себя. А вы рассказываете нам про демократию. То есть, если кто-то, какой-то класс, правящий, объявит себя народом. Это называется демократия? Вы-то считаете, что там была демократия? Или вы считаете, что там была рабовладельческая диктатура? Ну, тогда это вопрос определения демократии. Это не вопрос определения, вопрос истины. У нас истина состоит в чем? Там диктатура рабовладельцев была или демократия? Если понимать народ в том смысле, в каком товарищ сформулировал совершенно правильно. Это кто? Рабочие и крестьяне. Или там это кто были? Рабы. Позднее пошли крестьяне. А потом получилось у нас, что есть трудящийся класс, это рабочие и крестьяне. И тут думать особенно нечего. Ну и, скажем, мелкие буржуа, которые не крестьянами являются, но тоже живут своим трудом. Что-то делают, изготавливают, но не эксплуатируют чужой труд. Но эксплуатация может в какой-то мере с их стороны быть, но она дает меньше дохода, чем они получают от своего труда. Правильно? Потому что есть какие-то стандартные классы основные, а есть переходные всякие слои, границы. Границы всегда есть. Иначе мы тут... Получается, что вы идете за книжками, а в книжках пишут, вот была демократия в Греции. Была демократия в Греции или нет? Власть народа была? Да или нет? Если определение народа какое-то, то нет. У вас-то какое определение народа? У вас-то какое определение народа? Причем тут владельцы? У меня определение народа в совокупность классов. Исплуатируемые... А почему у вас такое определение? С какого ляда вдруг правящие классы стали считаться народом? Почему тогда мы выкидываем часть людей? Это не мы, это вы выкидываете. Вы ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина, в марксизме нету ни причисления правящих классов к народу. А вот ходили интеллигенты такие, как вы. Сейчас интеллигенты вы сидите, знающие, учились в Красном университете и пойдете в народ. Так вы народ или пойдете в народ? Это другое слово. Народники ходили в народ? Они ходили в народ, но они народом предразумевали под этим словом другое, другое определение. Они ходили в народ не в... Сейчас мы о них не говорим, мы говорим о том, вот вы сейчас даете зачет, и мы говорим не о тех определениях, которые не марксистские и не ваши, а о тех определениях, которые марксистские, которые соответствуют марксизму. И если вы не даете таких определений, то вы зачет не получаете. Если даете, то получается, так стоит вопрос. А как еще, может быть, вопрос поставлен на зачете? А вы мне начнете сказки рассказывать, что там какие-то рабовладельцы думают и как себя называют. Да пусть я, например, английская королева. Вот сейчас объявляю его, и запись идет. Может, многие поверят. Сейчас же всему верят. А почему говорят у вас ли обличие другое? Да сейчас пластическую операцию сделать, ничего не стоит. И так далее. И начну эту песню проводить дальше. То есть вы-то должны что сделать? Вы представитель марксизма. Может быть, вы не хотите быть представителем марксизма, но сейчас вы выступаете в Красном Аверситете под личиной марксиста. Так вы с этой точкой зрения должны отвечать. А будете считать эту точку зрения своей или нет? Это уже второй вопрос. Вот Ленин пришел, выучивал там то, что в Петербургском Аверситете, и все сдал на отлично. А потом пошел делать революцию. А вы, может быть, послушали, что делают в Красном Аверситете, и пойдете делать углубление диктатуры буржуев. Это же у нас какая организация в Красном Аверситете? Это же не партия. Правильно? Я вот состою в партии, но у нее есть свои задачи, есть программа. Это не секретно. У нас демократия, в тоже в известном смысле. Это мы до этого доберемся. Поэтому никто нам не мешает. Но в данном случае у нас наше учебное заведение партийной структурой не является. Оно представляет собой университет марксизма-ленинизма. Вы правильно понимаете? Мы там находимся? Да. Ну, называется «Красной» для краткости. Поэтому я вас какой пытаюсь вытянуть в позицию марксистскую. А не что сказал? Все книги, вот если вы будете эту тему брать и читать, и это видно по ответам, все книги переполнены этой болтовнивой. И про то, что там государство, демократия, это власть народа. А Ленин, например, писал, пока есть государство, нет власти народа. А когда уже есть власть народа, то нету государства. Мы слово оттуда взяли. Потому что государство-то отмирает же. Отмирает оно вместе с уничтожением классов. То есть это вообще слово государства. И демократия, следовательно, какой термин связанный с государством, тоже только на тот период, пока еще классы остаются. При социализме классы остаются. Значит, какая тут демократия? Сущность ее в чем? Мы с вами отличаем внешний вид и сущность. Диктатура пролетариата. Вот вы как науку понимаете, это сущность надо вникать или форму показывать? По сущности я тоже всю жизнь носил очки. Я по форме был очень умным. Сейчас снял, а вы в очках. Сейчас вы точно умнее меня. А вот про Диану вы сказали, что она похожа сейчас на шпиона. Потому что она в темных очках. Еще у нее там специальный напиток, который позволяет, соответственно, все запоминать. И куда надо, передавать. Она как раз и передает. А у нас как раз демократия, у нас нет ничего закрытого. Пожалуйста, читайте, смотрите. У нас что-нибудь закрыто, обучение у нас закрыто. Кто угодно у нас может записаться из любой страны. И мы его проверяем, оцениваем и так далее. Ну, надо подводить итоги. Значит, классы, классов там всего. Ну, там праздно-шатающиеся еще есть свободные граждане. Но мы их не будем, потому что их мало. А классы это что? Большие группы людей. Большие. А большие это что? Вам кажутся большие, мне кажутся маленькими. Как сказать? Опять надо мерить классом. Если они по сравнению с классами маленькие, ну, это, так сказать, не все. Может быть, кому-то из них там как-то дали. Или он был рабовладельцем, потом взял и убил своих рабов. Имеет право? А у него право голоса было. Оно остается. Только нет у него рабов, поэтому он не рабовладелец. Но гражданин. Так что, если мы будем говорить так, по названию есть демократия в Вресе? По названию есть. Есть. А по сущности есть? А по сущности нет. А по сущности нет. Так или не так? Или я вас неправильно понял? Или вы меня не... По демократии придумали в Вресе. И они не подразумевали то, что было у них. Это вы думаете, вы как-нибудь вполне не получившие еще зачет по этому? Так думаете. А так думают те, которые не проходили Красный университет. Не греки это придумали, а рабовладельцы. Вам такое не приходило в голову? Вот они не потому придумали, что они греки, а потому что они первые придумали рабовладение. И оформили это рабовладение. Неужели если я буду сейчас у вас все отбирать, какие деньги есть, я буду как грабеж. Я говорю, сдайте, пожалуйста, на развитие науки. И все. Сейчас такого нету. Сейчас вот все люди, которые хотят... Забивают все телефоны предложениями, что давайте участвуйте там в криптовалютных операциях, и вы обогатитесь, уходите со своей работы и так далее. Дурачат. Ну кто начал дурачить? Кому надо дурачить? Если я, так сказать, раб, я буду дурачить, кого-то дурачить должен. Только если рабовладельцы. А рабовладельцы, ну только чем меньше восстание рабов, чем больше они слушают то, что вы рассказывали нам изначально. По-моему, есть такое выступление, но всяко парализует их выступление рабов. Так, вероятно, термин возник здесь тем, что если сравнивать Иреков, например, с Персией, соседней, там же царь был, Персия, по сравнению с Персией там была демократия. Вы в демократии так излагаете, как будто это что-то хорошее. А что в этом хорошего? Демократия нигде не являлась властью большинства. А вот скажите, когда у нас вот рабочий класс в России, когда установили социалистическую демократию, было в большинстве? Да, нет, рабочий не был в большинстве. А что тогда вы? Значит, там он не был в большинстве, тут он не был в большинстве, при феодализме вообще не было демократии. С чего вы, собственно, рассказываете? Кого вы защищаете? Какая ваша классовая позиция? Вы какой класс-то, собственно, представляете здесь? Идеологический. Я же не говорю о принадлежности там к кому-то. Понятно, трудящиеся люди. Но с какой позиции выступаете? А иначе вот выучивание вот таких вот разговоров, такого рода демократии, это власть большинства. Большинство от чего? Кого? И вот высший пилотаж в буржуазной демократии в чем состоит? Чтобы голосовать, вот будете, пойдете голосовать, вот идите все голосовать. А выгодят кто? Кто будет организовывать? Кто организовывает выборы, тот и выигрывает. Сколько нам нужно, чтобы пришлось человека? Да два. С законами были выборы. И вот вам будут по радио, по телевидению, в интернете все это говорить, рассказывать. Хотите бюллетели, хотите так голосуйте, хотите так голосуйте. Потому что никого не волнует ваши голоса. Потому что ваши голоса никакой роли не играют. Почему? Потому что в чьих руках все, так сказать, рычаги формирования общественного мнения. Вы газету издаете? Не издаете. И вы не издаете? У вас в телевидении канал есть? Вы издаете. Вон Диана, у нее есть канал. Вот она формирует голоса в какой-то мере. А у вас тоже нету. А у нас есть газета. Вот у нас 60 тысяч, последний номер вышел в Народной правде. Вот 60 тысяч, пусть все, кто возьмет газету, проголосуют, допустим, так, как мы призываемся. И что? А у нас голосовать будет сотня миллионов. Правильно? Ну, это смешно. А иначе вот грош цена тогда нашему вот такому обучению, что мы вот заучиваем, как вот Ленин говорит, повторяет, заучивает и повторяет слова. Ну, то, что вот я должен проверять, что вы умеете заучить, вот прочитать, заучить и повторить здесь. И это я должен проверять. Мне даже вот, ну, как представители науки, так сказать, и даже представители высшей школы, профессору по кафедре экономики и права, мне как-то неприлично в такой роли выступать. Я пытаюсь передать сущность своего понимания. А? Когда я отвечаю на вопросы, стараюсь передать сущность своего понимания. А не заучить слова. То, что вы стараетесь, я знаю. А результат старания у нас пока не такой вот, не очень. Мы пойдем дальше. Значит, при правовладении мы разобрались, демократия была чем? Чем по сущности? Мы же различаем видимость и сущность. Диктатуры. Не просто, а чьей диктатуры? Диктатуры равна владельцу. Вот, все понятно. То есть вывеска. Вывеска какая? Демократии. Такая, с которой мы берем пример, потому что и дальше, вот те диктатуры, которые дальше были, они тоже вполне могут бороться. Я, между прочим, в Греции был, в Афинах и был. Там, где собирались эти самые владельцы. Это место называется форум. В камне там вырублено. И такие места. А поскольку там тепло, они сидят на теплых камнях. А внизу, ну, такой круг. Круг, на котором, так сказать, выступают ораторы. И они вот с места могут выступать. И поскольку он вот такой крутой, спуск слышно все выступления. Ну, понятно, что это такое. Да, они обсуждают. Но если мы с вами рабовладельцы, давайте обсудим. Вот если мы с вами рабовладельцы, а он вот там вот это щелкает на этом телефоне, мы, я думаю, в состоянии отнять у него этот телефон. Потому что он один у нас. Раз, два, три, четыре. Диану мы не вмешиваем в эту борьбу. Вот и все. А он нам добровольно отдаст. Мы его попросим просто вежливо. Скажем, отдайте, пожалуйста. То у вас руки, ноги будут целые, голова у вас не будет оторвана. Отдайте, пожалуйста, телефончик. Дайте поиграть лет на пятьдесят. Он говорит, да пожалуйста, берите. Он говорит, тоже толковый. И что он будет сражаться? Он просто оценивает, где тут большинство и у кого какая форма власти. И все. Так, при феодализме что мы имеем? Там, это, вот вы хвалите рабовладение. А хвалить надо феодализм. Самый честный строй. Ну честно говорят, вот я у вас барин. Барин. Вот сейчас вы забыли, как барство. Хочу поставлю за счет, хочу не поставлю. Да? Вот барин. А вы как бы крестьяне. И никакого обмана нет. Вот так и барин. А что нужно делать перед барином? Шапку ломать. Вот, собственно, и честный, хороший барин, если в голодный год, он откроет амбары и отдаст зерно крестьянам. Да? С условием, что они в следующий год отдадут в два раза больше. Но он спасет их от голода, от голодной смыслы. Спасет. И сколько тянулся этот феодализм? Ну это же более прогрессивный строй. Феодализм, то есть без демократии, это более прогрессивный, чем демократический рабовладельческий строй. Кого это волнует из рабов, демократически они обсуждали, эти рабовладельцы, как они будут нас убивать и как они будут нас эксплуатировать. Или не обсуждали, или прямо так вот царь решил, там, так сказать, эти самые хозяева решили и все. Вот при феодализме барин все и решал. Надо, если кого-то отвезут, чтобы руки-то свои не пачкать, отвезут куда? На Синую. Вчерашний день, часов шестом, зашел я на Синую, там били женщину кнутом, христианку молодую. Вот она приедет и хорошее отношение дальше, и все, она не спорит уже. Так вот, все тихо, спокойно. Некоторые сейчас вот, так сказать, им нравится, тоже думают, как бы так было хорошо, чтобы женщина. Сейчас женщины-то, понимаешь, во все вмешиваются, везде ставят. Некоторые даже мужчины пол меняют из-за этого, чтобы быть как женщина. И даже чтобы жениться и тогда командовать, как некоторые женщины. Тут очень большой прорезь идет. Так, ну а при социализме в России, вот это было большинство у рабочего класса? Я думаю, нет. А? Я думаю, нет. Не было. Значит, не было демократии? Не было, власти хотелось. Не было? Как же не было? Тоже было голосование. Как это не было? Что это вы? Вот вы даете. У владельцев, значит, была демократия. А у рабочего класса, когда он установил советскую власть, не было демократии. Ну, в советах-то решался вопрос по большинству голосов? Решался? В советах решался. Ну и все. А советы создавались кем? Рабочим классом. Значит, какая-то демократия. Она не просто демократия, а какая? Просто демократии не бывает. Всегда демократия имеет какой-то смысл. Как называлась эта демократия? Социалистическая демократия. Пролетарская демократия. То есть, как форма диктатуры пролетариата. Скрывали кто-нибудь, Ленин, Сталин, что это форма диктатуры пролетариата. Это с виду вроде так просто, как демократия. На самом деле, это диктатура. Если вы пойдете против пролетарской диктатуры, вы получите соответствующее возмездие. Но если так, вы до конца честны, то как у рабовладельцев, часть народа не могла голосовать. Большая часть. То есть, здесь часть народа не могла голосовать. Вы же решается. Меньшая часть, наверное, не могла. Да, конечно. Они все и голосовали. Разве было всеобщее голосование? Опять же, вы христианищие голоса считались не настолько... Не надо. Голоса христиан, когда уже забортовались колхозы, в это время, когда они были не просто христиане, не просто мелких буржуа. Они уже не представляли власть мелких буржуа, а представляли собой социалистический класс. Так? В становлении. И после этого, так сказать, они получили соответствующие права. А кто не получил права, вы хотели кулаков защищать их? Это самые худшие враги. Самые страшные. Они животы спарывали, учительница. Убивали людей. А? Для рабовладельцев рабы тоже были враги, особенно... Нет, для рабовладельцев враги... Нет, 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 это рабы не враги. Они враги только те, которые восставали. А восставало не так много. И то вот те, кто восстали, всех уничтожили, и все. Осталась команда «Спартак». На память. И все. Вот, чтобы знали, что не надо восставать. И здесь то же самое. Вот кулаки пробовали восставать, ничего из-за того хорошего у них не получилось. Так это вот, когда кулаки подавляются, это пролетарская демократия или нет? Пролетарская. Пролетарская. Трудящаяся. Трудящиеся. Рабочие и крестьяне подавляют эксплуататоров. Те с городскими эксплуататорами просто отняли у них заводы и делали с концов. Сначала они входили в госсектор, а потом могли участвовать в качестве директоров или технических специалистов. Если никак не хотите, то до свидания. Заводы остаются, а вы проходите. А что касается кулаков, никто из них не хотел. Хотя очень многие потом пошли в советы под видом крестьян, в колхозы. И там, в этих колхозах, занимали большевики позиции. Там пришлось делать, не помните, что пришлось делать большевикам? Комбеды сделать, комитеты бедноты. Потому что эти советы сельские оказались захвачены кулаками. Вот тогда мы с вами, если мы берем вот эту борьбу, рассматриваем эти движения понятий, как отражение классовой борьбы, то тогда мы смотрим с какой позиции? С позиции явления или с позиции сущности? Это правильно с позиции сущности смотреть? Ну вот я хочу вам просто доложить, как прочитавшие, это я потому немножко такой злой. Ну сейчас вот придут наши, да конечно тоже начнут, учитывая, что столько народу вот так. То есть все вроде правильно тут все говорится, а вот этой вот глубины нет. Демократия, демократия, пока есть государство, оно не народное. Потому что демократия это что значит? Государство народа, да? Так народное государство, это же вы оправдываете тем самым народное государство Хрущевское. Это же демократия. Я не оправдываю. Так я как следователь поступаю с вами, я вам это предлагаю, отвечаю, а вы должны защищаться. Но у нас же зачет, зачет тоже форма классовой борьбы, только в сфере дябови. Или нет? И дело-то не в том, что вы лично держитесь за это, а дело в том, что это вот гуляет в общественном сознании сейчас. Удивительно это, что сейчас это в общественном сознании гуляет, когда у нас какая диктатура сейчас? Вот. Вы встали и сказали, вы, Михаил Васильевич, что хотите? У нас сейчас диктатура буржуазии, а вы хотите, чтобы у нас в голове было последовательное марксизм. Ну, это не серьезно. Вы могли бы в адрес мой-то сказать, не серьезная постановка вопроса. В том-то и дело, что ее трудно очень найти, а трудно вырабатывается эта постановка. Я пытаюсь сложить ее, поэтому задаю вам вопросы, которые... Если я сейчас скажу, что государство, что демократия, попытаюсь записать закон, что демократия подразумевает участие трудящихся, у меня слово трудящихся вычеркнут. Просто скажу, зачем это? Трудящемуся населению. Кто вычеркнет вас? Потому что, если народ – это рабочие крестьяне... Я вот вижу, что вы формулировку Ленина, стандартную формулировку Ленина, что народ – это рабочие крестьяне. Народ – это рабочие крестьяне. Ну, если не хотите так, можете сказать, рабочие и мелкие буржуазии. Потому что мелкобуржуазии – это те, кто живет своим трудом. Хоть он на рынок работает, но он никого не эксплуатирует. Или если эксплуатирует, то он больше от своего труда живет, чем от полученного через эксплуатацию. Поэтому демократия, вот в этом самом, как власть народа, она и в современную эпоху, вот сейчас, после капитализма, может быть только как власть рабочих и крестьян. Власть. Но по форме. А по сущности. А по сущности никогда не бывает, так сказать, такой двуклассовой власти. А по сущности власть всегда какая? Одноклассовая. А именно, как это называется? Диктатура соответствующего класса. Или диктатура рабочего класса, или диктатура буржуазии. Вот Ленин очень… Вот вы можете сказать, что я на вас напал, так сказать, резко. Но вы посмотрите, как Ленин вот ставил вопрос. Тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежный идиот, либо политический настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. В реприкате Каусском он как раз нападал. Вот на Каусском нападали. А Каус же у нас же демократию, он же у нас там, он теоретик, второго интернационала и так далее. Долго был теоретиком, пока, так сказать, Ленин его не заклинил, что это как-то ренегата. А кто такой ренегат? Придатый, отступник. Отступник. Вот про вас не скажут, что вы отступник. Почему? Потому что они откуда отступают. Вот. Вот это совершенно… Вот тут вы очень грамотно ответите. Потому что если бы вы были, так сказать, заклятый марксист до того, а потом вдруг такое начали говорить, ну, сказали, ну, вот, он был, ну, вроде как, вот, как Плеханов. Был, 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 и потом меньшевик стал. Про вас-то такое не скажешь. Вы только вперед двигаетесь, поэтому… И если я кого-то и толкаю в какой-то мере, то я вас не вниз толкаю, а я куда-то пытаюсь вам показать, что нужно двигаться вперед. Поэтому не надо красивыми словами увлекаться. Демократия, кроме как, раз она форма государства, а государство – это машина насилия, это инструмент принуждения, поэтому слово демократия всегда имеет какое значение? Прикрывает что? Диктатуру. Вот, если мы на этой точке зрения, вот, как вы сейчас сформулировали, всякая демократия – это такая форма, которая прикрывает диктатуру какого-то класса. А всего было демократии. Всего. Три. Потому что при фидализме не было демократии. Это была рабовладельческая, буржуазная и пролетарская. Всё. С первобытной общины это убить. А? С первобытной общины это убить. Никак. Там не было никакой демократии. Зачем там демократия? Там не было государства. Вот там-то было… Как государство? Там был коммунизм. Там не было государства. Там никто не принуждал. Там женщины распределяли пищу, потому что мужики могут сами съесть, детям не отставить. Это они знали хорошо. Поэтому женщины распределяли. И вы, дети, принесёте там еду, зверей, так сказать, вот почистят, распределят, чтобы на всех хватило. Если мало, ну, значит, порции будут меньше. Много, порции будут больше. Ну, распределяли в соответствии с… Как? Ну, если кому-то надо идти на работу и диких зверей ещё ловить, может, ему добавят косточку. Можно гул приводить, да? Давайте. Если у нас есть… По большому счёту, у нас два класса… У нас есть третий класс. У нас есть переходная форма, у нас есть те же христиане, которые… Короче, у нас есть мелкая буржуазия, есть переходный класс. Может ли выйти, который от этого переходного класса? Не может быть. То есть, собственно, осягинный вопрос как… Ну, конечно. Не может быть. Потому что… Неустойчивая форма? Почему неустойчивая? Очень устойчивая. Мелкая буржуазия разлагается, очень устойчиво разлагается на буржуазию и пролетариат. Ну, потому что… Ну, так всё, она решает, поэтому вы решаете за диктатуру пролетариата или за диктатуру буржуазии. А это вы не можете тут сидеть. Вы будете на двух этих самых лодках сидеть, обязательно, значит, одна влево поплывёт, другая вправо, а вы упадёте на дно. Никакой, нет. Нету третьей диктатуры. Нету. То есть, получается, что, как вот марксизм у Маркса, у Энгельса, у Ленина расписано, очень просто всё расписано. Диктатура – это форма государства. Государство само – это есть диктатура правящего класса. Поэтому, значит, либо демократия можно рассматривать только в плане расширения тех возможностей для выражения своих позиций, которые имеют угнетённый класс. Правильно? Вот это, можно сказать, расширение демократии в том смысле, что теперь ещё и рабочие участвуют в этом, и участвуют и крестьянство в какой-то мере. Причём, чем твёрже диктатура пролетариата, тем шире демократия. Правильно? Потому что, если диктатура пролетариата начинает загоневать, то вместо демократии, получается, контрреволюция, приход капиталистов, приход буразии, ликвидация, завоевание социализма, что у нас и произошло. Этим объясняется то, что мы с вами серьёзно разбираем вот этот вопрос. Это вопрос ключевой, связанный с нашей, не какой-то там давней историей с рабовладельцами, это всё с рабовладельцами сопоставляем, но у нас вот своя история. У нас была социалистическая демократия как форма диктатуры рабочего класса, и она означала привлечение самых широких слоёв трудящихся в дело управления государством. И в программе партии было записано в дальнейшем при увеличении производительности труда переход к шестичасовому рабочему дню с обязательством для каждого трудящегося два часа без особого вознаграждения уделить обучению военному, профессиональному искусству и участию в деле государственного управления. Вот это выбросили эту программу, выкинули при Хрущеве, а товарищи, которые вот никак не изучались ни в каком Красном университете, потому что я хочу вам сказать, если вы посмотрите, что изучалось в 50-х годах, в 50-х годах научный социализм исчез, а при Сослове появился некий научный коммунизм под другим названием, не найдете вы ни у Маркса, ни у Ривельса, ни у Ленина научный коммунизм, такого понятия нет, коммунизм есть. И тогда появилась некая новая дисциплина, и вот я в это время защищал свою докторскую диссертацию по философии, и в это время заведующий кафедрой научного коммунизма Белых Акад Калистратович уже написал книжку, в которой было 11 признаков развитого социализма. 11 признаков развитого социализма. Я, например, стоял на той точке зрения, что правильно писать развитой социализм. Так, мы вступили в этап разве то социализма, все пишется отдельно. Потому что это уже не социализм, а переходный период куда? Назад. И диктатуре, буржуазии, и капитализм. Мы пришли, мы по окончании 90-х годов, и капитализму, и в 2000-м году получили, наконец, желанную демократию. Как у гробовладельцев, потому что как вы голосуете, это никого не волнует. Как вы лично голосуете, как трудящиеся голосуют. Все зависит от того, у кого, и Ленин это все объяснил, у кого в руках средства формирования. Только не было телевидения, и не было интернета. А сейчас и интернет, и все средства информации в руках у кого? Крупного капитала. А у вас есть свой канал? Нету. Где-то есть? Вот у нас есть Гаветов. Мы можем расширывать на 60 тысяч. Вот дотянем, у нас было Народная Правда, 200 тысяч тираж был. Изначальный был у нас в 91-м году. 200 тысяч. Но 200 тысяч это не миллион, это пятая часть миллиона. А у нас миллионы, десятки миллионов жителей. Поэтому, имея, скажем, газету, тиражом 200 тысяч экземпляров, ну вот мы тут добились снятия Собчака, потому что здесь велась дискуссия между Собчаком и Яковлевым, мы выступали газетой за Яковлевым. И в это время написали миллион. Вот я этим занимался. Миллион. И там, когда Собчак вывесил, что он, так сказать, на все, на Невском такие портреты, что вот он там какие-то бумаги пишет, мы эти бумаги превратили в конверт, в котором, так сказать, предполагалось, что он что-то получает. А тут всякие яства, он потому что любил красную икру. Вот, и голосуйтесь. он пролетел. То есть, можно что-то делать в буржуазном обществе или в таком, которое находится в переходном периоде, обратно в буржуазном обществе. Тем более, и сейчас можно. Вам кто-нибудь мешает заниматься, изучать Ленина, Маркса? Кто-нибудь приходил к вам с Ружгем? Ко мне не приходили ни разу. И никто меня никогда ничего, так сказать, не пугал. Я все какие-то были там научные степени и звания все получил. Я и профессор кафедры социальной философии и философии и истории, и был профессор кафедры экономики и права, и ученый звания у меня профессор по кафедре экономики и права. И все это получено в период буржуазной диктатуры. Поэтому я вам излагаю как представитель, так сказать, титулованный представитель этой самой науки. А наука в целом у нас носит сейчас буржуазный характер. То есть, я, конечно, нахожусь в этом смысле в меньшинстве. Но никто, все уважают. Тем более, что это буржуазная наука, это тьфу. Там нечего сказать. Это такой жалкий лепет. Поэтому повторять за этим, что это власть, народа. У кого народа? Власть народа. Надо брать. Наука состоит в изучении поверхности или в изучении сущности? Вот сущности. Поэтому вот, если мы только так отвечаем, что демократия это власть народа, это не научный ответ. Демократия это диктатура, какая-то диктатура, которая прячется под личиной демократии или народа. Правильно? И она даже прячется и при социализме. Потому что пока еще здесь может получиться, что здесь рабочих не большинство. И диктатура пролетариата здесь она не диктатура большинства. Но в интересах большинства точно. Вот это можно сказать. Правильно? То есть осуществляет не большинство, но в интересах большинства. В этом смысле она демократическая, народная. Ну и кому я могу поставить зачет из выступавших? Пока только один. Пока вот ему. Выступал. И то с подачи вот товарищей. но то, что демократия это всегда диктатура по сущности, я вот сам этого вывезу не могу. Слово диктатура это не по сущности. Вы выбросили и сразу класс выбросили. По сущности это диктатура класса. А как вы слово класс потеряли по дороге, у вас уже никакой сущности нет. Опять только от частичной формы. Еще раз, демократия это диктатура правящего класса. Да, правящего класса, конечно. Но если класс такой, который за интересы трудящихся борется, как рабочий класс, это диктатура рабочего класса, это пролетарская демократия. А если он борется за интересы рыбовладельцев, то это какая демократия? Рыбовладельческая демократия. Хоть на зависием демократии, хоть на рабочую демократию, это сути не меняет. По форме так, а по сути так. Ну, на экзамен-то вы не натянули, но зачет поставить можно. Значит, фамилия? Панавичус, да? Поповичев. Поповичев. Ну, так вы у меня однофамилец почти уже. Почти. Зачет. Так, какой у нас, кто хочет и с каким вопросом выступить? Давайте. Давайте я. Вы? Давайте. Вы так в окопе отсиделись и так вот, смотри, он видел тут стрельба, все, он сейчас раз сбоку выйдет и ответит и получит зачет. Вот посмотрите, сейчас проверю. Я резерву. Так, фамилия? Кузьмин. Кузьмин. Имя отчества? Григорий Александрович. Григорий Александрович? Пожалуйста, Григорий Александрович. Я хотел ответить на вопрос социалистического государства как полугосударства. Где вторая половина? Пятый вопрос. Ну, давайте, да, как-то уже полугосударства. Остальное пропало, что ли? Давайте определим понятие социалистического государства. Надо начинать определить социалистическое? Может сначала определить, что такое государство? А потом уже определить социалистическое. Если такое государство переворачивается с помощью социалистической революции, то то, что получилось, мы называем социалистическим государством. О, это уже точно в экзамене вы не получили бы хорошую оценку. Перевернутые. Не переворачивайся, а как написано у Маркса, у Ленина, в чем вклад Маркса и Ленина в это дело. Что надо не переворачивать, а разломать, разбить это государство. Разбить. А вы его просто перевернули и думаете, что можно пустить в ход для социалистических соц, просто перевернув. Ну это нигде такое не видно, не слыхано в науке. Дорогой Григорий Александрович, действительно вы тут не случайно тихо так хотели пройти и вот такое протащить в науку марксизм. Перевернутое государство. Сегодня революция разрушается, как раз машину насилия старого класса. Разрушается или ее разрушают? Разрушают. А у вас разрушается, то есть она сама как бы разрушается. Сама не будет разрушаться. Конечно. Ее разбивают, ломают. Власть в свои руки. Нет, не берут, не берут власть, создают свою власть. Чего брать-то и вы уйти? Ту сломали, чего вы будете брать опять? Все-таки вы очень, очень вы последовательно проводите свою. Отступить назад надо, где много. Это новая власть, она начинает создаваться еще в период как раз углазной демократии. Да. Нет, форма ее начинает создаваться. Власть еще не начинает создаваться, а форма ее начинает создаваться. Форма, советы. Да, вот она. Они начали создаваться с... Это не было государством, правильно? До 7 ноября. Не было. А форма уже была. Здесь советы. И они были готовы как раз осуществлять свою власть уже на момент революции. Да. Собственно, это как раз одно из условий успеха революции дома. Ну вот, выгромся, товарищ. Можно сказать. Поставим ему зачет. После революции... Поставим ему зачет, тем более, что он пытался переворачивать что-то, мы ему не дали. Так сказать, его остановили на этом пути. Николай Васильевич, а можно уточнить уточняющий вопрос? Вы знаете, там сказано разрушить государственную машину, да? Нет такого. Кто это сказал? Разрушить. Ну, никто такой нету. Ни вы у кого не найдете таких слов разрушить. Ну, как-то вот присоединяется к разрушению. Ну, вот сейчас прийти разрушить дом. Смотрите, я хотел... Ну, где вы нашли такое? У Маркса найдете? Не найдете? Насколько поспорить с вами, на какую сумму, что вы не найдете? Мне деньги нужны сейчас, большие. Уничтожить старое государственное машину. Уничтожить это превратить в ничто. Это не разрушить. В ничто, это значит, его нету. Да, но я хотел сказать, что государство, оно, допустим, где-то в 18-м... Допустим, когда-то государство было просто армия, но можно... Это вы вместо того, чтобы правильно ответить на вопрос, вы начинаете ходить вокруг и около. А правильно ответить на вопрос означает разбить, сломать буржуазную государственную машину. А вы разрушать, а потом бегать вокруг нее и помогать разрушить. Видимо, речь идет не о всей государственной машине, а о сущности, потому что, ну, медицину, допустим... Ну, если вы сущность сломаете, то речь идет о всей. Ну, если вам, ну, так сказать, по голове топором дадут, неужели тут будет речь идти не о всей, а только о голове? Ну, хорошо, была достаточно больница. Нет, больница тут ни при чем. Аналогия есть в худшей витросшей. Мы о больницах сейчас не ставим вопрос. Сейчас я речь идет о государстве, о машине насилия правящего класса, эксплуататорского. Вы ее собираетесь разрушить или собираетесь там чего-то с ней делать? Ходить вокруг нее и так далее. Машину насилия, да. Ну, весь мир насилия мы что? Разрушить. Не надо, разроем до основания. А затем мы наш, мы новый мир построим. А больницу жалко. Так там разроем, а не разрушим. Потому что это вы, вот, разрушители, все, везде вставляете свои словечки. Даже в песню. А там написано в интернационале, весь мир насилия мы разроем до основания. Затем мы наш, мы новый мир построим. Вы рифму уважаете? Да. Нет, не уважаете. Ну, вот я в детстве слышал, что весь мир насилием мы разрушим. А потом уже, уже недавно оказалось, что там на самом деле было слово разрушить. Так мы вам сейчас и помогаем выйти из детства. А в чем смысл Красного университета? Выйти из политического, идеологического детства. В школе учили. В школе вы, это было, это другое. Это вы там приходили, так сказать, просто в разряд взрослого человека. А сейчас вы не взрослого человека, а в разряд марксистов переходите. А билет в марксизм, он же, так сказать, связан с муками или нет? Ну да. У вас претензии есть с тем, что я вам, так сказать, какие-то тут выставляю рогатки? Я рогатки вам выставляю не на правильном пути. Я рогатки все справа, слева, куда ни туда, тут, там я и ставлю рогатку. А что я должен делать, как принимающий зачет? Ну, за этим он пришел. Ну, вот так вот. Вы пришли и получайте. Так, кто у нас еще не оставлялся? Так, Кузьмин, значит, зачет получил. Так, Панавичус Сергей Михайлович получил. Кузьмин получил. Вы? Получили. Получили? А, кто у нас тогда? Два? Так, надо тут три уже человека у нас. Вы, наверное, еще не... Фамилия и имя отчества ваши? Викторов Иван Викторович. А, вот. Викторов Иван Викторович. Так вы вообще, от победы все у вас идет, а вы стесняетесь победить эту самую буржуазию. Правящий класс какой-то, прошлый. Викторов, Виктор? Иван Викторович. Иванович? Иван Викторович. А, Иван Викторович. Ничего себе. И Викторов, и отец Виктор вообще. Вот кого нужно, так сказать, набирать на ключевые посты. Те, которые побеждают, а не те, которые плачут. Безусловно. Так. Ну и вот, ваше. А у нас переживание? Да. Ну только по требованию? Да. Пожалуйста. А не было требований? Это уже его смысл, то государство в том, что оно, государство было, которое вынетает трудящихся, а тут оно, вот уже в этом смысле не является. Слушай, а когда, интересно, заменили это слово «разроем» на «разрушим»? Вот мне интересно. Когда? Когда люди следили за песнями. Вот, например, если вы за рифмой следите, то вы не пропустили. Вы пели, наверное, «Инфрациал» или нет? А что вы тогда так поете? Там был «Рифм». Весь мир насилия мы разрушим, построим. Где рифма? Ну где рифма? Что это за песня? Ну, значит, получается, вы тогда как-то закладывали какие-то... В том, например? Так а что мы делаем? А мы что сейчас? Чем занимаемся? Мы пытаемся выйти, освободиться от отпечатков старого строя. У нас есть или нет? Конечно, есть. Не знаю, у меня вот есть, а вы вот так изображали, что вот у меня есть, а у вас нет. Другое дело, что там в одном, в другом, в третьем, но есть же эти отпечатки, конечно. Мы же не можем освободиться совсем от того строя, в котором мы живем. Значит, они у нас или там, или там, или там. Старый струй сейчас социализм. А? Старый струй на данный момент – это социализм. Это за что? Почему? Это сейчас не трудно. Сейчас самый трудный переход к социализму. То есть революцию надо делать. А революцию делать труднее, чем сидеть при социализме, улучшать его, развивать. Это вообще не было сильно трудно. Самое трудное – вот этот скачок. Это надо скачок совершить снова. Правильно? Переход одной формации к другой. Мы же вернулись в старую формацию. То есть это, так сказать, можно сказать, неблагодарные потомки. Это относится к тем, кто в 60-х годах голосовал за это отказ от диктатуры пролетариата. Демократия-то осталась. Только она уже не форма диктатуры пролетариата. Получается просто такое тотальное непонимание. Почему тотальное-то? У них же не было плана вернуться к капитализму. Вы вернулись, конечно. Посмотрите, сколько людей, которые сейчас погрязли в буржуазной идеологии. Что это вот с того времени? До этого диктатура пролетариата боролась, помалкивали, сидели, а думали, как уничтожить, стать справными хозяевами. Вот они стали справные хозяева. Одни за границу уехали, другие завели себе, обманывали всякого рода ваучерами людей, скупили пароходы, заводы и так далее. И эксплуатируют трубящихся. Вот вы ваучеры брали? Да. Зачем? А что с ними было дело? Ничего. И их родители вам, свой родитель вам дал. Да, все брали. А зачем мы его брали? А что надо было делать, не брать? Я, например, не брал. Но я не вижу тут никакой революционности. Я просто, значит, могу вам просто сказать, как я в порядке, так сказать. Вот у нас сейчас перерыв. Я не взял ваучеры. И жена не взяла. И очень внимательно следила, чтобы я не взял. А тут теща моя говорит, Миша, тут мне нужно оформить там дачу. Вот ты дай мне свой ваучер. Но я же, если того, что я не буду брать, я пошел в магазин и купил ваучер. Может, ваш. И отдал тещу. Мы не продавали. И отдал тещу. И тут вдруг через какое-то время жена узнает, что я отдал ваучер тещи. Ты, говорит, теща ваучер моей маме отдал? Ваучер я говорю, отдал. Значит, ты его взял? Я говорю, не взял. Ну, ты отдал? Отдал. Значит, взял? Нет, не взял. А что? Как что, говорю? Я пошел в магазин и купил ваучер. И отдал тещи. На этом у меня семейная, так сказать, борьба завершилась. А теперь я расскажу, что это означает на практике. На практике, значит, все, кто приоритизировали свою квартиру, потом с помощью этих ваучеров и другим образом, они оказались мелкими-мелкими частными собственниками, которые подавить может любой более крупный собственник. А скажем, вот мы не приватизировали квартиру, то есть мы не ходили, денег не платили, заявлений не писали, в очередях не стояли. А теперь приходят мрачные люди, говорят, ну, у вас приватизированы квартиры? Нет. Ну, тогда вам бесплатно, говорят. И делают. Почему? А потому что наша квартира принадлежит, ну, вот у нее хозяин, как бы считается, я в выборском районе, в выборской администрации. Пусть они и делают. Надо было сделать вместо металлических труб пластмассовый, пришли, говорит, вам приватизировано, тогда платно. Я говорю, нет, не приватизировано, тогда бесплатно. С грустью так, сделали и ушли. И все. Я представитель более крупной организации в этом смысле. Нет, у меня родители... Более того, если вы приватизировали квартиру, вы законный жилищный кодекс не читали? Вот если квартира ваша, а представьте себе, вот сейчас решили сделать, сейчас вот трассы всякие делают, и вот через ваш дом должна пройти дорога. Таких много случаев. Ну, в некоторых случаях вы видите, что если не прямо, то прямо вот некоторая дорога идет, прямо, причем на эстакаде, прямо вы на третьем или четвертом этаже, мимо вас проносятся огромные машины, и так все время. И ни жизнь невозможна уже там. Вот как там у Черной Овечки. Так вот, по закону, если вы... Если у вас государственная квартира, а вы как бы найм. С точки зрения пользования то же самое, потому что, скажем, ну вот у нас прописан сын, и прописана моя внучка, и все. Меня не будет, они будут иметь так же, и так далее. То есть это не имеет никакого значения. А с точки зрения вот такой ситуации, как я описал, значит, если проходит дорога, то, значит, должны предоставить по норме на всю семью квартиру новую. А если у вас ваша эта квартира, то по товарной цене, по остаточной стоимости. А по остаточной стоимости вы вообще ничего не купите на эти деньги. Потому что у него, по-моему, был кооператив, поэтому они автоматически зачислились в частные собственники. Ну, это была такая форма, у нас теща была тоже кооперативная у нее квартира, такая форма подготовки к этому. Ну, кооперация, это все-таки какая-то, ну, там понятно, что в кооперативах вот это вот собирание, общее решение, хотя вы понимаете, там есть председатель кооператива, и есть там главный бухгалтер, вот они в основном все готовят. А кто это там, где, вы видели какое-нибудь собрание, на самом деле? Какие-то там есть. Какие-то есть. Так, продолжаем, товарищи. Значит, у нас есть отчество занимающихся, один остался. Так, значит, ваша фамилия? Абрамов Алексей. Отчество? Владимир Ильич. Так, слушаю вас. На какие вопросы вы хотите, на какой вопрос приходите ответить? У вас социалистическая демократия как диктатура пролетариата. То есть она выглядит как диктатура пролетариата? По-моему, это такая формулировка есть у вас? Да, ну так вопрос звучит, в смысле. Так вам никто не мешает, и вопрос проанализировался. Она выглядит как диктатура или выглядит как демократия? Вот до этого все диктатуры выглядели как демократии, да? Вот и Розо-Ельчатая диктатура, и буржуазная диктатура выглядели как демократия. А у вас выходит в социализме такой строй, при котором даже демократия выглядит как диктатура. Какой-то плохой, правда, строй? Чуть такой строй противный. Как вы его представляете? Вы что, агитатор пришли, кого-то агитируют? Вы за что, за социализм или против социализма агитируются? Вот это вы вместе со своим Лениным, опираясь на Маркса с Энгельсом и Сталином, значит, так придумали, что у вас даже демократия как диктатура. А на самом деле, вы слово форма-то куда дели? Вы применяете вообще такие категории, как форма и сущность? Форма и сущность из какого тома науки логики? А мы в второй? Второй. Изучение о сущности. А вот до сих пор, товарищи, вот на первом часу, они все выступали вот около первого тома. Сущность любого государства есть и такой... Ну, поэтому... Вот поэтому и говорите соответственно. А вы просто как диктатура? Нет, я прочитал вопрос. Просто зачитал вопрос, чтобы было понятно. А вам не прочитали. Я вам слово дал. Как хотите, так и отвечайте. Значит, и решили прочитать вопрос и полностью с ним солидаризировались. Может, он-то такой специально так сформулирован, чтобы вас запутать. Вы же находитесь в обществе буржуазной диктатуры. Тут надо ждать со всех сторон какие-нибудь подножки. Форма этого государства есть в пролетарской демократии. Да, хорошо, пролетарская демократия. А сущность? Сущность, которая пролетар spoilers. Ну, и все тогда. И тогда все ясно и все. Вот если так сказать, что есть государство, форма его пролетарской демократии, и сразу уже форма, уже сказано, что уже видно, куда двигаться, раз пролетарская демократия, а не демократия вообще. Потому что все равно не народ весь. Пролетарская демократия. То есть, для кого это демократия? Для пролетариата. То есть для тех трудящихся слоев, которые не эксплуатируют чужой труд. И действует в интересах большинства. Вот и действует в интересах не большинства. Почему большинства-то действуют в интересах? С чего вы взяли это? Что она действует в интересах большинства. А если бы меньшинство рабочий класс? Вот революцию, когда рабочий класс сделал, а крестьяне мелко буржуазили. А? Рабочим было меньшинством, конечно. Ну, так и что, под диктатуру рабочего класса. Это по вашему интересу большинства? Они выступают в интересах большинства. Но их меньшинство. Они непосредственно выступают или в конечном счете? Вот пока шла коллективизация, пока не было коллективизации, что-то с большинством не очень здорово получалось. А вот когда уже коллективизация прошла, там точно уже в интересах большинства. А вот вы такого и не слышали у Ленина, что диктатура буржуазия, то есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. Вы сразу раз и все. Интересы большинства. Какого большинства? Рабочий класс осуществляет свою диктатуру, действует в чьих интересах? В своих, в своих. И вот если бы это касалось отдельных людей, мы бы сказали, вот он в своих интересах эгоист. Я в своих интересах тоже эгоист. А если вы класс берете, класс это не эгоист. Класс это другая категория совсем. Это не один. Класс это значительная часть общества, и классов всегда мало. Есть классы два противоположных, а промежуточный класс, он хоть к этому большинству присоединяется, часть туда присоединяется, часть сюда. Скажите, пожалуйста, в гражданскую войну куда присоединялись представители мелкой буржуазии? К белому. Почему это к белому? Вот вы даете. Ну, в Тихий Дон хотя бы считали, что к белому. Сначала к белому, потом к красному, потом опять к белому. А вы однозначно так спрямляете к белому. Ну, как же так? Что, мало этих христиан у нас работало, бедняков было в Красной Армии? Ну, это же мелкий буржуаз. Я вас понял, что вы больше про среднего христианства. Ну, и среднее что? И среднее христианство все пошло... Нет, и все пошло. С белыми? Нет, но они дольше колебались, потому что они не были... Нет, это вы сейчас начинаете колебаться. То сказали, что они все туда пошли, а теперь уже начинаете колебаться, и говорите, и часть пошла, и часть не пошла. А там большинство было за красным. Во! Ну, доколебались, наконец, в большинстве. Да, за красным. Вот. Ну, тогда мы рисуем... Значит, что мы рисуем? Мы рисуем действительную картину, в которой есть, а, являющаяся форма, пролетарская демократия, да? Советская власть. Советская демократия. И, так сказать, сущность. А сущность, конечно, какая может быть у государства? Какая может быть у государства сущность по понятию? Только диктатура класса. Того класса. А класса тут всегда один. Если это какая-то демократия, то класс один, который осуществляет свою диктатуру. Либо буржуазия, буржуазная диктатура, либо пролетарская. Вот Ленин это очень резко. Вот вы скажете, что я очень резко выступаю. Да я вот это очень мягко. Вот Ленин говорил так, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура пролетариата, либо безнадежный идиот, либо политический настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. И сколько он не говорил, ну не получается у него. Не получается. То есть не прислушиваются к Ленину. То ищут какие-то формулировки дурацких учебников. Вот все, о чем мы вначале говорили, это все из дурацких учебников, про которых вы, про автора, ничего хорошего сказать не только не можете и не знаете даже. Чем он вообще занимался, особенно в эти перестроечные, полуперестроечные годы, когда наступала контрреволюция, где, на какой стороне эти люди были. Они тогда припевающие жили, и сейчас припевающие живут. Кто мешал им пропагандировать диктатуру пролетариата? Вот нам никто ничего не закрывал. Вот мы создали Красный Университет, нам кто-нибудь помешал? Диана, вам кто-нибудь когда-нибудь мешал? Нет. Нам скорее не помогают. А мешать тоже я вот не знаю. Мне никто, ни один человек не помешал. Причем, если я публично выступаю на том же или на канале Фонда рабочих, или на Ленру, и что мне кто-нибудь мешает? Ну, одни ругаются, конечно, есть такие, которые мне нравятся. Это нормально, что не нравится? Если вы выступаете, и всем нравится, то что-то с вами... Правильно? Ну, как это может всем нравиться? Потому что если у нас общество расколото на противоположные классы, и всем нравится. Так это какая-то вот болотная такая жижа, что она и тут, и тут годится. А поэтому начинают такие слова. Мы за человека. За одного... Я знаю фамилию этого человека. Сейчас вот фамилия того человека, который выступает. Абрамов. Алексей Владимирович. Владимирович, я ему ставлю зачет. Не потому что он мне понравился, а потому что он, в общем, в целом, правильно все сказал. И зачет мы, товарищи наши, получили, ну, так сказать, не сразу и не спроста. Как и предполагается, зачет существует не для того, чтобы поставить зачет, правильно? Ну, я не пришел, поставить. Трудно, что ли, расписаться. А чтобы разобраться в этих вещах, ну, и не сводить себя до каких-то мелочных таких вещей. Только форму увидели, сущность не увидели, не сопоставили форму и сущность. Или не взяли эту борьбу классовую, которая есть. Так, вот теперь все это у нас совершалось, в общем, в первом часу, особенно потому, что я уже прочитал то, что другие товарищи. И замечания те же самые, которые меня избавляют от того, чтобы при рассмотрении этих самых ответов на этом останавливаться. То есть я тоже всем вот товарищам, которые прислали свои ответы, вот, поставил зачет, и вполне заслуженно на ней получили сочетку. но вот тот дефект, или те требования, которые предъявлялись, которые были, и те требования, которые предъявлялись к нашим очень товарищам, очень занимались на ней, относятся полностью и к товарищам, к которым я сейчас обращаюсь, потому что вот этого нужного акцента, так, чтобы это богатое было изложение, не просто, чтобы прочитали книжки, что говорят односложные, а чтобы такие категории, как сущность и форма, и государство, это же все крупные очень понятия, да, государство, или вот по государству, ведь какие, так сказать, были вещи, отмирание демократии. Предполагается, почему отомрет демократия? Потому что демократия, форма государства, государство отмирает, ну, значит, отмирает и демократия. Кому придет в голову устраивать голосование? Так, Серачков Иван Александрович, город Томск, демократия как форма государства. И второй вопрос, советы как органы решения участия трудящихся в управлении государством, диктатуры пролетариата и отмирание социалистической демократии как высшей и последней формы демократии. Ну, надо сказать, что формулированы вопросы так, чтобы, так сказать, наводящие, так сказать, какие-то мысли уже были. Зачерт. Так, Абрамов Алексей Владимирович. Вот он тут присутствует. Диктатура Ктрятова «Отличии», а пишется по-русски «Отличии». Вот. Так как в этот период владеющая диктатура буржуазии не заинтересована в сохранении государства, но государство ей необходимо, она использует его для подавления свергнувшего свергнувшего класса или свергнутого класса? Свергнувшего. Правильно? Это вообще-то для подавления свергнувшего свергнувшего. Буржуазии сколько пока. Так как в этот период власть у большинства народа, то подавить меньшинство гораздо проще, для этого не требуется регулярная армия. Ну, что же такое вы написали? Как же они требуются? Нужно построить демократия социалистическая, это государство пролетарское. А государство это чем характеризуется? Это вооруженные, люди вооруженные, которые с оружием в руках отстаивают интересы этого государства. А когда была гражданская война, не строили государство вооруженное? И после этого, что просто у нас был вооруженный народ, вооруженный народ у нас был только милиция. Милиция, это и есть такая структура, что это вооруженный народ. А когда вот ее перевели в милицию, в полицию, это уже прямо орган государства, а не вооруженные, а не вооруженные. Так что это вот ошибка. Но в целом, зачем? Так, Веримчук Игорь Борисович, город Днепропетровск, социалистическая демократия как диктатура пролетариата. Демократия возникла во времена рабовладельцев. А почему во времена рабовладельцев, а не во времена еще и рабов? Ну, тут прямо в этом слове сидит, конечно, рабовладельцы, те, кто... И в буквальном ее значении она хоть и была властью народа, все-таки была она властью народа. Вот была она властью народа. Вот товарищ договорился до того, из Днепропетровска, Игорь Борисович, все-таки она и была, хоть и была властью народа. Так она власть все-таки демократия была или народа? Ну, как... Значит, вы рабов за народ не считаете. Вы стоите на позициях римских рабовладельцев. Вот. Ну, если бы это, вот я считал, что вы злобно стоите, так сказать, что она такая глубинная, ни за что бы не поставил зачет. Но я думаю, что это просто у вас ошибка какая-то. Через систему выборов и отзывов депутатов заводов и фабрик формируется партия. Интересно. Которая занимается напрямую государственным управлением. Так разве партия формируется? Партия формируется, как союз единомышленников, готовых бороться до конца своей жизни за интересы своего класса. А вот через систему выборов и отзывов депутатов формируется государственный аппарат советской власти. Тоже. Хотя, шестой вопрос, тот, который есть у вас, прямо об этом говорит Совет, как органы расширения и участие при качестве управления государства, диктатура пролетариата и отмирание социалистической демократии как в очередной и последней форме демократии. Формирование Советов не является стихийным. Это сознательный результат борьбы пролетариата за свои права. Так за права или за интересы? За какие? Откуда взялись права? Вот вы сейчас при буржуазной диктатуре вы за свои права хотите воевать? Вы прочитайте свои права? Где права ваши записаны? В законах буржуазных и в Конституции. Вот когда вы за эти свои права собираетесь бороться, да и весь вас борются за эти права. Если вы нарушите вот эти какие-то законы или Конституцию, то к вам будут применены меры государственного принуждения. И зачем вам за них бороться? Вы не хотите бороться за то, чтобы право выражало интересы вашего этого рабочего класса трудящихся. А вы будете бороться за свои права. Хотя это очень широко распространенная такая вот мысль. Я борюсь за свои права. У вас сейчас у нас как с правами? У кого больше прав, тот и прав. Вот и все ваши права. Ну, зачет получился в итоге. Антонюк Евгений Борисович. Город Николаева. Город Николаева. Ну, понятно, не может. Николаева или город? А может, из города Николаева. Ну, как-то, где Николаева написано. Форма государства, в которой принятие важных для государства вопросов осуществляется путем голосования среди представителей господствующего класса. Вот, что называется демократия. Видите, да? Вот это очень хорошо. Молодец. Товарищ Антонюк. Хорошо сформулировал. Советы образовались как органы взаимодействия различных профсоюзов в борьбе за политические интересы рабочих под руководством Коммунистической партии. Какая-то ерунда. Советы образовались как органы... Как что? Как органы... Самоуправления. Да. Самоуправления. Или все-таки они формировались как органы пролетарской диктатуры. Советы. И поэтому даже права разные были при выборах советов предприятий и в деревнях. Разные. Возьмите 27-го года положение и увидите там от разного количества людей. Так. В результате стирания границ между классами в государстве диктатура патриотового идеали предполагалась в мираде государства. Если начать стирать границы. Вот у меня какой галстук? Красный. А у вас куртка синяя. Если стирать границы, какой будет? Ну вот здесь вот где-то здесь граница будет? И там будет серо-бурмалиновый, да? А это что, краски у вас изменятся? Вот твоя, ваше, мое. Нет. Стирание границ ничего не означает. Закрасить верхнюю часть желтым, а нижнюю часть синим. И вот там, где стирание, будет какой цвет? Зеленый. И что? Если будет посредине зеленый, не будет синего и желтого? Ну какая-то глупость. То есть вот элементарные, так сказать, ошибки, которые говорят о том, что это непродуманно. В результате стирания границ между классами. Нигде о стирании границ. Вы ни у Маркса, ни у Ленина не найдете это. О, эти умные люди, которые думали над каждым словом, над каждым понятием, говорили о чем? О полном уничтожении класса. Уничтожении. То есть, чтобы превратить деление на классы во что? В ничто. Чтобы не было деления на классы. А если у нас, вот я капиталист, так же рабочий, у нас стирание в грани. Я, если, так сказать, что у меня остается, от обжорства, так сказать, я вам чуть-чуть передаю. И грани стираются. Ну, как хорошо. Приходите, завтра у нас еще там залежало есть. Ну, я, поскольку, в целом, так сказать, видно, что товарищ поработал и разбирался. И учитывая, что многие так вот разбираются, то есть, на уровне зачета. Это зачет. А на самом деле, вот такой, на хорошую оценку на экзамене, с таким вот рассуждением, это не очень можно рассчитывать. Даглиев, Рафаэл Султанович, город Нижний Новгород. Вот, несмотря на то, что я уж очень кредерщиво отходил, подходил, я ни к чему не мог приграться. Буржуазная демократия, как диктатура буржуазии. Социалистическая демократия, как диктатура буржуазия. Все, правильно все объяснено, не могу ничего разгромиться. Совершенно. Зачет. Лисов Александр Валерьевич, город Челябинск. Политика есть концентрированная экономика. Что это такое? Концентрированная экономика. Это как сгущенное молоко. Что такое концентрированная экономика? Может быть, это золото? Ну, что-то там, что-то делали, делали в экономике. Раз, и у меня миллион. Красота. Концентрированная экономика. Сейчас прямо и зовут, прямо идите, прямо, у меня забит телефон на эти требования, чтобы я забрал то 185 тысяч, то 135, то 120 тысяч. И я это не беру, потому что я знаю, что это мошенники. Политика есть концентрированное выражение экономики. Экономика и политика это совершенно разные. Экономика это базис, а политика это надстройка. Правильно? Как они могут быть? С политикой есть концентрированная экономика. Если концентрированная экономика, она вообще не политика, тогда она такая концентрированная. Правда? Самая экономика это, наверное, какой-нибудь подземный труд в шахтах. Чтобы там до политических моментов было очень далеко. в шахтах. Так. Несмотря что, несмотря на то, но он говорит, что писал с телефона, прошу прощения, если сработала где-то автокоррекция. Классовая, в кавычках, мой телефон упорно менял на кассовый, к примеру. Да. Ну и вы тут такое в это дело внесли. Вместо классовой борьбы у вас политика есть концентрированная экономика. Так что вы тут солидарно действовали, но к счастью это непоследовательность так сказать. Зачет. Медзянов Адель Фаридович город Казань. Да. Ничего я не мог возразить. Ружуазная демократия как диктатура буржуазеев, взрослитическая демократия как диктатура бутриата все очень хорошо правильно написано. И вы, наверное, заметили, что я придирак. Поскольку что я это вижу не то, то сразу нападаю. Но тут я тоже хотел придраться. Особенно никто мне не мешал. На бумаге все прислали. Ничего не получили. Так, Журавский Леонид Иванович город Волгоград. Демократия в дословном переводе это власть народа. Нам перевод нужен дословный или научное понимание? Кто такие? Это переводчик? Он кем работает? Товарищ Журавский. Нам переводчики не нужны. Нам нужны специалисты в области мархивизма, ленинизма. Соответственно демократическое государство- государство, где власть принадлежит народу. Где вы такое видели? Демократия. Так она что? И тут же сразу это неверно, что демократическое государство это государство, где власть принадлежит народу. В любом демократическом государстве власть принадлежит кому? Господствующему классу. Какому? Экономически господствующим. Какой экономичный, какой политичный. Так, зачет я поставил, поскольку у меня тоже есть недостатки для него либерализма. Вместо, как это говорит Ленин, что наша диктатура больше похожа на кисель, чем на железо. Вот тут не знаешь, то ли как тут идти навстречу, то ли наоборот воевать. Так, Самохвалова, Екатерина Александровна, город Таврополь. Ничего, вот в одном случае поправил, что вот выражая интересы трудящихся, она является подлинной демократией, это диктатура, подлинной властью народа, которая опирается на экономический закон обязательного соответствия производственных отношений характера производительной силы. Вот и нет никакого обязательного соответствия. Если бы было обязательное, не было бы контрреволюции. Оно всегда есть, нет никак до полного соответствия между одним и другим. Ну как может быть соответствие, полное соответствие производственных отношений, уровня характера. Производительные силы все время меняются, а производственные отношения все время остаются такими, как их построили. Как может быть обязательно это соответствия? Никак не может быть. Советы есть органы, которые формируются не по территории и не по избирательным округам, а через трудовые коллективы. Ну это... А трудовые коллективы-то являются избирательными единицами? Так надо в этом сказать, а не просто трудовые коллективы. Что основной, как у Ленина написано, и по рограмме партия была написана, основной избирательной единицей, основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, фабрика. То есть в науке точность нужна или нет? Ну если вы, вот скажем, токарь, то сколько у вас там будет? Ну сколько? 10 микрон, 20 микрон, 30? А если сантиметр? Ну как? Ну тут, тут вроде и легче, чем токарь. Как-то вот тут все размереет. Кондрусев, Кондрусев Александр Николаевич, город Раменское, демократия как форма государства, буржуандемократия как форма государства. Все правильно написано уже, ни к чему не мог поверяться. Успенев Игорь Андреевич, Липецк, это уже черноземная полоса. Идеология богатых становится идеологией большинства. Если в результате буржуазных революций устанавливается демократическое государство, идеология богатых становится идеологией большинства, где общественное бытие определяет общественное сознание. Но капитализм тоже не вечен, он проходит этапы развития, ему на смену приходит новое общество коммунистическое. Так само прямо и приходит, уже прямо и идет. Нам надо уже приготовить хлеб и полотенца, чтобы встречать. А революцию не придется делать заново. Но если у нас сейчас буржуазный строй, то как может буржуазный строй смениться коммунистическим? Как? Может без революции? Вот он приходит на смену, шагает. Вот в таких майках приходите или в таких? Тут такие одели темные майки, что ты думаешь, что тут как-то траур по повышать с самого социализма, чем приходит. Трифонов Глеб Михайлович, Свердловская область, город Красновуфимск. Демократия это некоторая форма государства. Вот и все, без всяких раскрасок. Затем. Так, Теплов Вадим Викторович, деревня Гарбалова. Разновидность государства привлекрована меньшинства. Демократия нигде и никогда не существовала без государства. Вот человек здравый, на свежем воздухе, деревня Гарбалова. Ему понятно, что на деле демократия нигде и никогда не существовала без государства. Таким образом, реальная демократия представляет свою форму разновидности государства привлекрованного меньшинства, а в большей или меньшей степени подконтрольного народу. Больше или меньшей. Немножко подконтрольность и чуть. И уже вроде говорили за демократию. У нас демократизм. Вот вы можете выйти и крикнуть против чего хотите говорить. Против правительства. Чего хотите? Идите кричите. Ну, люди будут мимо проходить и так пальцем покрутят и все. Вот какая у нас демократия. Иванов Вячеслав Владимирович. Ленинград. У него очень краткая. Демократия это диктатура господствующего класса. Все? Правильно? Правильно. Социалистическая демократия диктатура политориата. Период уничтожения классов возглавляемый городским, фабрично-заводским, промышленным политориатом в организационной форме Совета. Если кто хочет кратко, более кратко, чем Иванов Вячеслав Владимирович не искал. Молодец. Зачет. Бордынская Екатерина Петровна. Город Эспо. Финляндия. Основные признаки демократии. Народный суверенитет выражается в том, что именно народу принадлежит учредительная власть государства. Я бы добавил сюда одно слово, и тогда это будет неправильное высказывание превратиться в правильное. Народный суверенитет на словах выражается в том, что именно народу якобы принадлежит учредительная власть государства. Нигде она не принадлежит народу. И даже вот когда рабочий класс сделал революцию, она вот прежде чем она стала выражать интересы народа, то есть кроме рабочего класса интересы еще и крестьян, не всех, а самых тех крестьян, которые своим трудом живут, надо было осуществить революцию, вооруженную причем. А невооруженных революций бывает или не бывает? Не бывает. Вот. Уважение права меньшинства на собственное мнение и его свободное выражение. Это вот современные демократии, основанные на ценностях либерализма. Дополняет их также принципами, прав человека, их приоритетами и правами государства. Не дополняет, а на самом деле у государства больше возможности осуществить права свои или у отдельного человека. О чем мы говорим? Уважение права меньшинства на собственное мнение и его свободное выражение. Вот это примерно так. Сейчас я вот проверяю работы, да? Я буду выставлять зачет, не зачет. Но я уважаю права тех, кто высказывает предуположную позицию. А они должны уважать то, что я в этом случае поставлю, не зачет. Но в данном случае, вот, это не относится к Екатерине Петровне, она ей поставила зачет. Ну вот обращаю внимание, что тут надо поточнее. Государство было орудием политического угнетения эксплуатированных, прежде всего, рабов. Вот оно просвещает насчет орубоводельческого государства. Молодец. В интересах сохранения экономического и политического могущества господствующего орубоводельческого класса. Вот Екатерина Петровна нам в Синляндии объяснила про демократию орубоводельческую. Очень правильно. Я вот это прочитал, поэтому думали, что я такой умный здесь выступаю. Я все уже прочитал, мне научили люди. Мне осталось только вот резюмировать. Александр Родионович Минеев, город Сыктывкар. Демократия – политический режим государства, при котором власть осуществляет через прямое народовластие, прямая демократия. Либо через представителей, избираемых народом, или какой-то частью народа представительной демократии. Это все красивые слова. То есть человек не хочет посмотреть в сущность. Люди уже это изучили. Уже сущность демократии вскрыта. Мы находимся не на первичной стадии. Не впервые знакомимся с демократиями орубоводельческими. Знаем, что это такое. И знаем, что сделали со Спартаком, который хотел защитить интересы большинства. Большинство, конечно, рабов было. Вовсе не рабовладельцев. Рабов было очень много. Правильно? Разумеется, субъектами демократии являются, прежде всего, гражданин и народ. Главное, чтобы не классы, пишут. Разумеется, что вы должны быть марксистом. Прежде всего, говорит не о классах, а не о народе, а о трудящихся вообще. Вот Ленин вам раз писал, два писал, три писал. Но если Ленина не читать, то вы не обращайтесь на это внимания. Я, поскольку все прочитал, я, например, просто вижу, что вы просто сколько раз он писал, и все вроде зря. Ну, не зря, наверное. Кто-то ведь прочитает все-таки. Разумеется, субъектами демократии являются, прежде всего, гражданин и народ. Отдельный гражданин никаким субъектом демократии не является. Единица ноль, один даже очень важный, не поднимет простое пятиверсковое бревно, не только что дом пятиэтажный. Поэтому не надо изображать, чтобы люди думали, что он вот пойдет и скажет. Пойдите и скажите. Вот пример. Ну, конечно, вот сейчас вот я вот принимаю за счет, я поставлю, не поставлю. Вот я один очень важный. Ну, да как, а те, кто сидит, гораздо больше. А сколько там еще, вот смотрите, сколько тут у нас людей. Это что, нельзя их считать людей за людей? Демократия как форма государства. Власть господствующего класса. Власть господствующего класса. Я бы вот добавил, изображаемое как власть народа. И тогда будет все хорошо. То есть, вот если вы встречаетесь с властью господствующего класса, изображаемого как власть народа, это демократия. А если не изображают, то это федерализм. Правильно? Никто там не изображает. Есть царь, батюшка, есть помещики, это тоже отцы твои родные. И все. И забудьте вы про все остальное. Так, Дзюба, Денис Николаевич Куйбышев, Новосибирская область. Демократия – это власть демоса, то есть граждан, имеющих голос влияния на политику государства. Ну, это формально правильно. То есть, демосом, например, рабы не являются. Их не считают демосом. Есть рабовладельческая демократия, где демосом являются граждане. И это, как правило, рабовладельцы. Буржуазная демократия – это когда, по видимости, демосом являются все граждане, но по сущности только те, кто имеет огромные ресурсы. Вот, молодец. Социализм может перерасти в полный коммунизм, когда представлены лишь демократии пролетариев, а не любыми трудящимися. Вот, это очень правильно. Зюба Денис Николаевич. Пуйбышев, если бы это был экзамен, я бы отлично поставил. Так, Жуков Алексей Сергеевич, поселок Охотск, Хабаровского края. И хотя слово «демократия» означает власть демоса народа, под понятием «демос» тогда понималось не всего населения Афим, а лишь ее часть – свободные мужчины, обладающие определенным имущественным цензом, позволяющие им вооружиться, и овладевшие воинским ремеслом. Женщины, дети, старики, рабы и другое пришлое население не являлись демосом. Ну, в общем, вот объясняет это то, о чем мы говорили. Революционная диктатура пролетариата продолжается в социалистическом обществе до построения полного коммунизма. Вот с этим не могу согласиться. Мы вот с Александром Сергеевичем написали книжку совместно. Вот революционная диктатура на период переходный, потому что переход идет от одного строя к другому строю, а на революционную революцию – переворот. А уже переворота нет при социализме, это уже коммунизм, но не полный. И называть переворотом и сживание отпечатков старого строя неправильно. Правильно? Победа была социализм в 1936 году? Была. Ну, какой же теперь переворот? Переворот у нас стал тогда, когда заговорили о народном государстве. Вот тогда был переворот. И он сразу превратился в диктатуру буржуазии. Калугин Михаил Александрович. Так, ну здесь я вот поставил зачет. Жуков Алексея, Алексея Сергеевича, Хабаровский край. Калугин Михаил Александрович получил из Калининграда. Тоже зачет. При диктатуре буржуазии никаких изменений и улучшения условий для большинства не будет. Буржуазная демократия теряет власть меньшинства. Он прямо взял быка за рога. И сразу не стал говорить про это большинство, про иллюзии. Сразу сказал, что по сути дела буржуазная демократия – это власть меньшинства. А выдает себя за власть народ. Хабронин Андрей Владимирович Чебоксары. Афинская республика по своей классовой сущности была рабовладельческой по форме правления демократии только для свободных граждан. Следовательная демократия – это власть, диктатура определенного класса. При капиталистическом способе производства господствующей идеологией является идеологией господствующего класса. То есть большинство членов общества выступает за диктатуру буржуазии. Большинство. Поэтому если мы будем называть это то, что большинство принимает решение, оно принимает решение в интересах буржуазии. Поэтому по форме вроде бы как заботимся о большинстве. А большинство на самом деле идет на поводу буржуазии. Картелева Оксана Петровна. Благовещенск. Сущность государства, диктатура господствующего класса. Демократия – одна из форм государства. И все тогда разбирает. То есть она методологически правильно сделала. Вот сущность, а вот форма. И все. Пролетарская демократия осуществлялась в советской власти. Предстоятельные выборы в Совете проводились через многоступенчатые выборы по производственному принадлению. Неверно. Производственный признак был один. Депутатов городских и областных советов избрали, и все. Никаких других депутатов не было. А дальше не было никакого Верховного Совета. Советы – это низовые органы, выбираемые на фабриках и заводах. А вот дальше из них кто-то направлялся делегатом на съезд. А раз он делегат на съезде, но он делегат соответствующего завода, этот завод может собраться и говорит, читали мы, слушали твое выступление, больше ты не депутат. И все, Иванова заменили на Петрова. А тут раз и все, он уже. И я уже говорил, наверное, у нас книжка написана с Александром Сергеевичем, советы, как форума государственной власти, там приложена инструкция, и в ней видно, что вот с этого городского уровня можно было взять и направить делегата на съезд советов, не депутата, избранного на каком-то предприятии, а кого-то вот, кого-то, кто-то попросил, посоветовал друга, товарища и так далее. С этого начинается, вот такая лазейка сделана была. Кришталя Алексея Павлович, город Владивосток. Демократия – это одна из форм государства, при которой власть принадлежит народу. А кто такой народ? А кто такой народ? Ну, а если, скажем, рабом за людей не считают, то... А народ же, он только из людей состоит, правильно? Ну, тогда вот можно как-то так, вот эту формулировку попытаться, то есть как-то совместить с правильной, но не очень. Зачет. Беляева Ольга Константиновна. Ленинградская область – город светлый. Форма классового господства буржуазии – буржуазная демократия, или фашистское государство, может быть. Диктатура буржуазии – это сущность государства. То есть вот эта вот буржуазная демократия может давать фашистскую сущность. Вот, скажем, Соединенные Штаты Америки. И они сейчас по существу ведут политику, внешнюю политику фашизма. Ну, и поэтому сущность у них, так сказать, не просто буржуазная, а буржуазно-фашистская. Так, Гелева, Светлана Анатольевна, Ленинградская область, Севышевский район. Все у нее хорошо написано. Зачет. Зимсков Алексей Владимирович, город Ярославль. Демократия, как форма государства, предполагает осуществление интересов только одного правящего класса, который владеет средствами для избирания в органы управления, по большей части только своих представителей, что обеспечивает это осуществление вместе с удержанием государствующего положения класса. Все объяснил. Вот, очень хорошо. Зачет. Так, Шавкин, Олег Викторович, город Москва. Я думаю, надо попридирать, я к москвичам. И ничего не нашел, к чему придраться. Все правильно написано. И первый вопрос, и третий вопрос правильно осуществленный. Так, Дорошенко Вадим Дмитриевич, город Ярославль. Каждый гражданин буржуазного государства имеет одинаковые права, но разные экономические возможности для реализации этих прав. Вот он вставил такую мысль, она трудотворная. Поэтому не надо смотреть на эти бумажки, не надо смотреть на эти количества. А кто этим всем управляет? Управляет сейчас, у кого больше денег, то у того больше прав. На самом деле, реальных. И последний, Конев Михаил Александрович, город Тюмень. Рабочему классу несравнимо легче вести борьбу в условиях буржуазной демократии, нежели в условиях открытой фашистской диктатуры. Он даже отвечает на сегодняшний актуальный вопрос. Вот мы видим, что там никакой уже буржуазной демократии на Украине нет. И, скажем, в данном случае есть столкновение с буржуазной демократией и фашистской диктатурой. Так. Дальше. Дальше все. Дальше все. Я хочу всех поблагодарить и сказать, что вот мы теперь находимся уже на такой прямой линии. У нас следующее. Это экзамен. Экзамен у нас будет какого числа? 24. 24. Да, 24 числа. Значит, вот, надо готовиться к экзамену. И я думаю, что вот то, что мы сегодня обсуждали, в первой части особенно, что надо меньше, так сказать, повторять всякие слова из учебников и больше брать глубину и не забывать, что есть не только об внешний вид, а есть еще сущность, есть содержание. И не забывать, что все общественные явления и все их движение – это движение по принципу борьбы, единства и борьбы противоположного сетей. И как только мы от этого уйдем, так получается ерунда. Теперь хочу вам, так сказать, вот в заключение сообщить следующее, что у нас наше вот это учреждение, Красный Уверситет, это такое учреждение, которое учредили с одной стороны фонд рабочей академии, с другой стороны, это Ленинградское интернет-телевидение, вот представитель которого, Диана, она сейчас, она у нас и проректор, и один из проректоров, и она у нас и записывает. Поэтому, так что вот, это вот такой статус нашего университета. Но, я хочу вам сообщить, уже как человек, который находится в рабочей партии России, не просто как член рабочей партии России, как сопредседатель видеологической комиссии, там у нас все органы построены так, что руководители в большинстве являются рабочими. И это в Центральном комитете, это на съезде, и даже в этой видеологической комиссии. Здесь есть товарищ Шилов у нас, и вот мы, два интеллигента, Юрков и Попов, и мы тоже являемся в экологической комиссии. Поэтому я, тех, кто, так сказать, считает необходимым и важным, и нужным реализовывать эти идеи, о которых мы говорим, ну, он, естественно, может и вполне претендовать на то, чтобы войти в рабочую партию России. И причем самый первый порог, который нужно преодолеть для всех, кто вступает в рабочую партию России, пройти обучение в Красном университете. То есть у вас, так сказать, вот вы закончите свое обучение в этом месяце, и имеете возможность сразу вступать в рабочую партию России. А все остальные, которые напишут нам заявление, мы говорим, мы его будем рассматривать, ну, при условии, что вы берете на себя обязательства пройти обучение в Красном университете и так далее. И я думаю, что вот чем отличались, ну, основатели марксизма, ленинизма, с одной стороны, были большие ученые, как Маркс, Энгельс и Ленин, да? С другой стороны, они были такими учеными, которые вот эту вот линию прогресса, развитие общества и борьбы за интересы трудящихся реализовывали. А это вот существует определенная форма. И давно уже, так сказать, когда мы говорим уже о буржуазном обществе, в буржуазном обществе появились партии, а партия ведет политическую борьбу, а не только экономическую, и не только пропаганду осуществляет, идеологическую, экономическую, она ведет и политическую борьбу. А что такое политическая борьба? Это классовая борьба за осуществление интересов соответствующего класса. Никакими разговорами и убеждениями, только убеждениями и просвещениями, как известно, не решаются те противоречия, с разрешением которых связаны движение общества вперед. Это уже поняли товарищи, которые критиковали народников, Ленин критиковал народников, потому что они думают, что мы пойдем в народ, и мы народ просветим, и тогда у нас изменится жизнь. Вот, скажем, мы как члены рабочей партии России, я в том числе, не думаем, что вот мы пойдем, вот вас научим, как народ, и тем самым у нас что-то изменится. Нет, надо, чтобы, потому что сам народ в лице своих лучших представителей, а вы знаете, что вот, что касается позиций классов и непосредственно положения классов, это разные вещи. Человек может принадлежать к другому классу или слою, а стоять на позиции их рабочего класса. А некоторые рабочие могут стоять на позиции их фашизма. Могут. Могут, увы, и в Германии так было, и у нас были люди, и военные руководители некоторые, которые вдруг изменили и народу, и рабочему классу, и так далее. Поэтому вот я, так сказать, такое приглашение вам делаю. Естественно, это приглашение не означает никакого принуждения, потому что я правом принуждении. Я тут не обладаю, и более того, в вопросе о партии человек должен быть совершенно свободен, и решать такой вопрос должен самостоятельно. Поскольку, думаю, что вы стоите на позициях истины, а истина имеет две стороны, теоретическую и практическую. А теоретическое состоит в том, отразить существующий мир. Но дело еще состоит в том, как говорил Макс, чтобы его преобразовать. Преобразовать общественное устройство без партии нельзя. И поэтому разговоры про государство, они полезны, но никакого не может быть нового государства, пока не появится такая партия, которая по своим масштабам, по масштабам, а не только по цельным задачам, а по правильности теории. Для правильной теории достаточно одного человека. Правильно? Вот, напишем книжки, и они будут стоять тут и читать, и все. А для того, чтобы вести политическую борьбу, то есть для того, чтобы поменять общественно-экономический строй, а в более конкретном виде возвратить, так сказать, социализм в Россию, для этого нужна, конечно, и политическая партия. Без политической партии это совершенно неразвешимая задача. Как бы мы ни убеждали, Чубайса, он не согласится отдать все свои капиталы и вернуться в социализм. Где он будет обыкновенным человеком? Какого не исключено. Это исключено. Ну вот, но это уже выходит за рамки того, что относится к учебному процессу. Я просто, поскольку речь идет о возможном применении, понятно, что, скажем, что касается партии, она не хотела быть такой партией, в которой находятся люди, которые ни в чем не разбираются. Вот другая есть сторона, почему партия тоже нуждается в специалистах, то есть таких людей, которые продумали, проверили и какие-то свои ошибки исправили, они приносят, так сказать, вот все эти ошибки, которые у них есть, теоретически, в партию. Потому что партия, вот мы уже три раза очищались от тех, кто не может состоять в партии, то есть премеж, он пишет, мы будем стоять на первых, на передовых позициях, в борьбе и так далее, а потом выясняется, что он не только не стоит, а и даже лежит, или наоборот бежит в другую сторону. Ну, поскольку так бывает, в жизни и так было и всегда, вы знаете, если историю партии взять, что в ней были и всякие крылья, и были люди. Ну, например, взять Бухарина, про которого в последнем письме к товарищам, вернее, к центральному комитету Ленин писал, вот Бухарин, один из самых способных, из самых молодых членов ЦК, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения к очень большим сомнениям могут быть отнесены к вполне марксистским. Вот такая штука. Вот нам, поэтому нужны люди, кому? Нам. России нужны, рабочему классу, трудящимся, простым людям, которые не могут выбиться, и, так сказать, из нищеты, в которую нас снова загнали. Им нужны такие люди, которые не просто, так сказать, понаить его, говорят красивые слова или успокаивая, дескать, ничего, все хорошо, приплывем куда надо, Бог не выдаст, свинья не съест. Вот в этой ситуации, конечно, надо понимать, что у вас в руках, у тех, кто завершает обучение в Красном университете, у нас осталось, как бы, уже полдесяца экзамен, это будет последняя точка. У вас в руках, по существу, это судьба России. Вы можете на меня посмотреть и сказать, вот вы сколько знаете, так я-то знаю, я даже знаю, что мне 78 лет. Поэтому интересно, так сказать, если я буду отвечать на вопросы, пока еще отвечаю, но вообще-то надо, чтобы на вопросы отвечали люди более молодые, и более, так сказать, решительные, и более организованные. Поэтому у нас такого нет, чтобы все это принадлежалось одному или другому человеку. Потому что это вообще вопрос об улучшении или изменении общественно-экономического строя, это вот слишком большой вопрос, чтобы это было делом одиночек. Потому что голос одиночий, говорил Майковский, тоньше писка. Кто его услышит, только жена, и то, если не на базаре, а близко. А партия, это кулак, миллион напалый, из голосов сплетенных, тихих и тонких. От него падает укрепление врага, как от барабанного... Лопается укрепление врага, как от барабанного поля перепонки. Вот Майковский это очень ясно и кратко изложил. Разрешите вас поблагодарить за участие. Вот, извиниться за то, что я, ну, как-то напал на вас в первой части. Ну, как говорится, у нас вопрос не о дружбе, а об истине. И истина никак не мешает дружбе, а только укрепляет ее. Вот, так что желаю вам успешной сдачи экзамена. И, учитывая, что у нас зачет, вы, наверное, поняли, что на экзамене мы вот так будем сурово вообще наблюдать за тем, как вы изучили марксизм и ленинизм. И стоите ли вы на позициях классовой борьбы и передового класса. Спасибо большое всем за внимание. Спасибо.